Упор этой команды – это задняя линия, это три стержня. Это Горан Драгич, это Эрик Блэдсоу и Азея Томас. Именно игра этих баскетболистов будет иметь для Феникса ключевое значение. Как между ними распределит роль Джефф Харнасек, как у них будет получаться, как будет продолжать прогрессировать, я надеюсь, Горан Драгич, избежит травм Эрик Блэдсоу и станет сильной доминирующей силой в защите, как он может его. И тогда, если пазл сложится, если эти три баскетболиста будут гармонично смотреться друг с другом на паркете, то у Феникса есть шанс зацепиться за 7-8 место на Западе и дать бой главным фаворитом в плей-офф. Но этой команде будет очень сложно. Да, у них, пожалуй, лучшая защитная линия на всем Западе, даже если сравнивать с самыми сильными командами. Но их передняя линия вызывает вопросы. И должно быть чудо, чтобы Харнасек смог из этих ребят слепить коллектив, который может уже прямо в этом сезоне претендовать на что-то значимое на Западе. Определенные надежды Санс связывает с возвращением Олега Соленя. Его прошлый сезон получился скомканным. Часть игр он пропустил, в части игр он в какое-то мусорное время выходил и, в принципе, какого-то особого влияния на игру Феникса он не оказал его. Раз не был приобретен какой-то сильный центровой, то все-таки, наверное, есть надежда, что менеджмент команды верит в Леня, что он сможет поймать свою игру, сможет прогрессировать, сможет приносить пользу.